Я представляю Fashion Consulting Group. Мы работаем на рынке уже больше 25 лет с самыми разными компаниями, с дизайнерскими, с сетевыми, с крупными, с маленькими. Занимаемся как консалтингом в самых разных сферах от ритейла до коммуникаций, так и маркетинговыми исследованиями и образовательными программами. Каждый год мы выпускаем ежегодный отраслевой отчет, но если вы слышали моих коллег передо мной, это общий отчет по рынку, огромный документ на 200 листов с аналитикой того, что происходит на рынке в России, с прогнозами того, что будет происходить в ближайшие два года. Итак, сегодня у меня программа будет поделена на три части. Сначала я расскажу, что происходит глобально. Почему? Потому что я считаю, что нам надо следить за общим рынком, понимать, что происходит в мире, несмотря на то, что мы сейчас немного в таком закрытом пузыре находимся с социальными сетями. Потом я расскажу про российские, что происходит на рынке российских социальных сетей и дальше об основных трендах 2024 года. У меня будет тренинг в апреле по социальным сетям, где мы будем уже про тренды говорить более длительно, долго и будем тренироваться применять их в собственных социальных сетях. Хорошая новость в том, что, учитывая, что на планете проживает 8 миллиардов человек, 5 миллиардов уже зарегистрировано в социальных сетях. Если брать эту статистику серьезно рассматривать, то 5 миллиардов – это те люди, которые, в принципе, имеют какой-то доступ к сотовым телефонам и интернет-связи. То есть фактически все люди, которые имеют хоть какую-то копеечку, чтобы купить себе сотовый телефон, им пользоваться, и имеют доступ к постоянному интернету, это пользователи социальных сетей. То есть несмотря на то, что у нас там расцветают маркетплейсы, различные интернет-каналы, все равно люди сидят в социальных сетях. Эта цифра только с каждым годом увеличивается, не уменьшается, и этих людей становится все больше и больше. Значит, люди проводят в интернете каждый день почти 7 часов. Ужасная цифра, но это факт. На социальные сети в среднем тратится около 3 часов в сутки. В некоторых странах эта цифра доходит до 5 часов. Самые активные пользователи проживают в Арабских Эмиратах, Филиппины, Корея, Китай, Саудовская Аравия. В среднем, внимание, юзеры зарегистрированы на 6 разных социальных платформах. Если помните, в 19-20 году был тренд, наоборот, люди уходили либо в Инстаграм, либо кто-то в ТикТок, либо в Ютуб. Сейчас опять возвращается вот эта многоплатформенность. То есть люди в Инсте следят за одним, в Телеграме за другим, в Ютубе за третьим. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли быть на нескольких социальных платформах, нужно быть на нескольких. Самая популярная социальная сеть в мире – Инстаграм. Хотим мы этого или нет, эта сеть запрещена в Российской Федерации, но тем не менее Инстаграм наиболее популярен во всем мире. И ядро целевой аудитории Инстаграма – это молодежь, 16-24 года. На втором месте WhatsApp, как социальная платформа, наиболее популярна среди 55-64, потом WeChat и на четвертом месте ТикТок. Телеграм сегодня находится на восьмом месте по популярности. Ютуб – наиболее популярная социальная сеть для длинного видеоконтента. И ТикТок лидирует по коротким вертикальным роликам. Я не буду вам всю эту статистику показывать, это я ее скомпилировала в один пост. Но на вопрос, если мы хотим выходить из России куда-то за рубеж, нужен ли нам Инстаграм? Да, он нужен, потому что, несмотря на то, что в России Инстаграм критически падает, во всем мире количество пользователей Инстаграма растет. Основные причины использования социальных сетей. Если в 2020-2021 году мы говорили о том, что поиск брендов находился на первом или втором месте, люди походили в социальные сети, чтобы искать какие-то модные бренды, сейчас этот тренд сходит на нет. То есть в основном заходит, чтобы пообщаться, провести свободное время, прочитать новости, почитать какой-то вдохновляющий контент, а потом уже поискать, что там продают модные бренды. Женщины чаще ищут модные бренды и вдохновение в социальных сетях, и лидерами в поиске являются девушки от 16 до 24 лет. Поэтому, если ваша аудитория молодая, соцсети – это ваш основной канал коммуникации с аудиторией. Кстати, мы в 2023 году проводили очень большое исследование, федеральное, для крупного бренда. Это сетевой, крупный ритейлер. Очень много региональных магазинов. Так вот, основная аудитория женщины 25-45, на первом месте канал коммуникации для этих женщин – это социальные сети. Все, ни телевизор, ни радио, ни какие-то там журналы, ни интересные другие каналы. Социальные сети на первом месте. 98% женщин ищут что-то полезное о моде, о модных брендах, о модных стилях, трендах из социальных сетей. Значит, какие форматы контента глобально пользуются популярностью? Статьи, полезный, экспертный, новостной контент. Короткие посты, чек-листы, длинные, короткие видео. Все, фото умерло у нас. На первом месте у нас видео короткое и длинное. Это статистические фотографии. Мы долго ждали этого момента. Видео, в принципе, уже в тренде у нас не первый год. Но сегодня мы уже говорим о том, что фото, в принципе, не собирает такое количество вовлеченности, как собирает короткие и длинные видео. То есть будущее за видеороликами. Кстати, недавно мы были на мероприятии у Авито Фэшн, и они тоже говорят о том, что лучше всего продаются айтемы, которые подкреплены не просто фотографиями в карточке, а еще и подкреплены видео. То есть как только прилагается видео, вещь продается у человека быстрее. У них уже даже есть статистика. И они активно сейчас вовлекают пользователей снимать видео об изделии. Еще второй интересный момент. Если раньше мы говорили о том, что люди приходят и активно следят за стилистами, мы рекомендовали блогеров выбирать стилистов, каких-то модных людей, модных мамочек, если это бренд такой детский, то сегодня глобально на первом месте, помимо того, что следят за друзьями, родственниками, следят за лайфстайл медийными персонами. Артисты, актеры, певцы, пародисты, комедианты, какие-то там блогеры вообще не связаны с модой. Модные блогеры стоят на десятом месте по популярности. О чем нам это может говорить? Что если мы хотим привлекать какую-то медийную персону в нашем регионе, районе, городе, это не обязательно должен быть стилист или стилистка. Это может быть просто популярная личность, медийная, активная, которая спортом занимается, нутрицолог, актриса, может быть, какая-то певица местная, диджей, художник. Очень активно художников сейчас привлекают по всему миру. То есть это просто должна быть какая-то классная лайфстайл-личность. Она может быть, продвигать ваш бренд в вашем городе и регионе. Что происходит в России с социальными сетями? Давайте посмотрим. Значит, наиболее популярный интернет-ресурс – это WhatsApp. Самая большая социальная сеть по количеству зарегистрированных пользователей – это ВКонтакте. Вот как бы ничего с этим не поделаешь. И я думаю, что эта статистика так и будет оставаться таковой. Нам, например, в Москве сейчас электронный журнал подключили к ВК-мессенджеру. Мы теперь все задания от учителя получаем через ВК-мессенджер. Все. И там так интересно сделано. Вы можете не регистрироваться на платформе. И вот такая бешеная инструкция, что нужно сделать, чтобы проще зарегистрироваться, завести страницу, и тогда ты очень быстро получишь задание от учителя. Короче говоря, я думаю, что сейчас ВКонтакте будет всеми силами, правдами-неправдами гнать к себе аудиторию. Но пока по опыту работы нашей компании мы не видим хорошего выхлопа от каких-то рекламных интеграций в этой социальной сети. Да, есть хорошие результаты, но это у крупных сетевиков типа Melon Fashion Group. Вот они там вбухивают в рекламу, они получают какой-то. Маленькие бренды достаточного выхлопа, на мой взгляд, не получают от рекламы ВКонтакте. Но мы должны знать, что сеть это самая большая на сегодняшний день. Здесь очень много разных авторов. Ну вот, чтобы вы понимали, 85 миллионов пользователей зарегистрировано, и средняя дневная аудитория это почти 54 миллиона пользователей. То есть эта аудитория растет, то есть люди все равно в эту соцсеть приходят, все равно там сидят, что-то делают, смотрят, участвуют в каких-то сообществах. И, кстати, вот опять же по поводу вот этого исследования, которое мы делали по социальным сетям. Женщины в регионах 25-45 активно подписываются на сообщества, различные модные сообщества, модных стилистов, модных блогеров. Эти блогеры, как правило, есть и в Инстаграме, и в Телеграме. Короче, вот если вы хотите во ВКонтакте все-таки как-то развиваться, рекомендую обратить внимание на различные группы и сообщества. Значит, кто самая активная аудитория? 35-44 года, дальше идет 25-34. И, ну, то есть вот, в общем-то, ядро 25-44. Большинство женщины меньше мужчин. Но это, опять же, статистика от самой социальной сети. Это люди, которые опубликовали хотя бы один пост в 23-м году. То есть, в принципе, ну, не так уж и много. Значит, в целом пользователи ежедневно сидят 45 минут в день, листают ленту, смотрят видео, знакомятся, обмениваются звонками аудитории. Да, то есть ничего такого особенного, связанного с модой в ВК сейчас нет. Что можно сказать? Что увеличилось количество авторов, но, тем не менее, этот показатель хуже, чем у Телеграма. И сейчас вот я вам хочу показать. Вот. Максимально растут аккаунты с образованием, животные, тематические сообщества. Вот то, что я вам говорила. Да, различные стилисты, психологи, художники, фотографы. То есть вот, если попробовать продвигаться через ВК, то вот сейчас мы тестируем опцию с сообществами и группами. Да, ну, рекламой просто во ВКонтакте я не очень довольна. Значит, что еще из статистики по ВК можно вытянуть? Выросло количество рекламных объявлений, да, то есть все-таки реклама развивается. Значит, увеличился бюджет на продвижение различных лидформ. Ну, наверное, из такого, из хороших новостей все. Ну, вот стали чаще взаимодействовать с различными бизнес-сообществами пользователей в 23-м году. Но еще раз хочу сказать, что эта сеть, она в принципе деваться некуда, она будет постепенно развиваться, пока по результатам 23-го года какой-то крутой динамики по работе с брендами мы не увидели. Телеграм. Значит, Телеграм занимает второе место среди самых популярных в России соцсетей. И статистика Телеграма такая, что сегодня 91% россиян зарегистрированы в Телеграме. Аудитория О экстремально растет. Сейчас в Телеграме зарегистрировано уже 14 миллионов различных авторов. То есть если идти размещать рекламу у блогеров, у авторов, у каких-то каналов, то я бы рекомендовала это делать в Телеграме. Среднесуточный охват тоже выше, чем у ВКонтакте. Сейчас это 57 миллионов человек. И к концу года мессенджерами ежедневно пользовался уже каждый второй россиянин. На что стоит обратить внимание? Во-первых, средний возраст пользователей. 25-34, почти 30% пользователей. Если брать основное ядро, то это как раз платежеспособная аудитория. 25-44. Мужчин больше, чем женщин. В Телеграме их 58%. И хорошая новость, что в целом это довольно платежеспособная, высокообразованная, интересующаяся аудитория. То есть в отличие от ВКонтакте, от одноклассников, здесь сидит аудитория думающая, работающая, неплохо зарабатывающая. Это аудитория, с которой можно работать, ее привлекать, ей давать какую-то информацию и рекламу. Значит, для чего использовать? Конечно, чаще всего Телега используется для новостей. Все, поэтому если мы хотим, и Телеграм это не Инстаграм. Как раз мы с коллегами разговаривали из крупного универмага российского о том, что Телеграм не Инстаграм. Здесь нужна другая совершенно работа. Здесь нужно больше стараться быть, конкурировать с новостными каналами, с полезными каналами, с авторскими каналами. Если раньше в Инсте мы старались, все-таки за счет фото, видео, контента, мы на это больше обращали внимание, в Телеграм аудитория, которая любит читать, любит хайповые новости, любит что-то обсудить, любит различные опросы, чек-листы, инструкции, какой-то экспертный контент. То есть Телеграм – это большая работа. Когда подходит владелец бизнеса и спрашивает, а успею ли я еще вести, вот я занимаюсь продажами, и успею ли вести социальную сеть. Не успеете. Если вы хотите хорошо продвигаться в Телеге, нужен классный СММщик. Все, который как бы будет основательно вести эту социальную сеть. Телега – это сложная работа, каждодневная. Я бы сказала, что это фулл-тайм. Вот если мы хотим действительно нашу аудиторию привлечь, заинтересовать, чтобы аудитория приходила, сидела, задавала вопросы, ругалась с нами, мы с ней вели какую-то коммуникацию, это полноценная, очень большая работа. Авторы. Вот что надо знать. Уже почти 14 миллионов авторов в Телеграме, и это количество растет. Поэтому в чем хорошая новость? Продвижение через блогеров, через авторов, через различные популярные каналы – это один из трендов коммуникации 2024 года. Телеграм такую возможность нам дает. Поэтому в Телеге сейчас огромное количество и каналов довольно дорогих, где реклама 90, 100, 150 тысяч стоит, и очень небольших, узконаправленных, где можно, в принципе, за 15, 20, 25, 30 тысяч купить неплохой слот и получить результат. В 2023 году Телеграм вошел в тройку самых скачиваемых приложений. Но на сегодняшний день мы можем прогнозировать с точной уверенностью, что Телега в 2024 году будет не одним, а на первом месте по популярности среди социальных сетей. Вряд ли что-то поменяется с Инстаграмом, но я думаю, вы это сами понимаете. Поэтому на вопрос, куда идти в первую очередь, если вы только-только начинаете, я бы шла сейчас в Телеграм. Значит, какие особенности Телеграма нужно знать? Реклама в Телеге дорогая, официальная. Рекламный кабинет по-прежнему не такой крутой, как мы привыкли к Фейсбуку и Инстаграму. То есть он ограничен. В Телеге основное продвижение происходит через авторов контента. Все. То есть средний бюджет рекламы, ну вот я сказала, у малого до 50 тысяч рублей в среднем. Если часто спрашивают, сколько в среднем тратить на рекламу. В среднем 50 тысяч рублей. Забудьте про 10-15. 10-15 это у нас было там в 2020 году. Мы говорили о том, что 10-15 и в принципе можно что-то… 50 тысяч рублей. Крупный бизнес от 500 тысяч рублей, ну это даже прям мало. Крупный бизнес уже очень давно тратит больше нескольких миллионов рублей на рекламу. Значит, еще раз на что обратить внимание, что в Телеге мы продвигаемся в основном через авторов каналов, через нативную рекламу, через продвижение в различных блогах, глянце, у авторов, у стилистов, у каких-то лайфстайл медийных личностей. Вот, а в целом, что говорить про Telegram Ads? Telegram Ads работает, он приносит клиентов, приносит новых подписчиков, но это процесс, во-первых, небыстрый, во-вторых, очень дорогой. То есть если у вас в принципе есть там полторы тысячи евро, три тысячи евро сразу положить в кабинет для продвижения – супер. Если нет, я рекомендую к авторам канала. Третья сеть – это удивление, но TikTok реально работает в России, и на сегодняшний день это третья по популярности сеть в России. Ролики на площадке смотрят 44% россиян. Что надо знать про TikTok? Значит, аудитория здесь в основном молодая. Это либо дети, либо подростки. Аудитория российская растет. Причем, самое интересное, сейчас у подростков там два типа. Они, во-первых, скачивают какие-то программки, через которые они заходят на TikTok. Второе, у меня, например, у дочери TikTok работает просто на iPhone без всяких программок. Я не знаю, как это происходит, но вот у человека он работает. Значит, я уже сказала, что основная аудитория – это все-таки аудитория очень молодая. Это девушки, 18-24 года. В чем плюс TikTok? В том, что один из основных интересов аудитории, зачем они в TikTok идут – это мода. Это тренды, это стили, это вот эти коры, это то, как одеться, это то, какие выражения использовать, то, как стилизоваться к той или иной вечеринке. То есть если у нас реально аудитория очень юная, молодая. Кстати, если, например, вы не хотите как-то заморачиваться с TikTok, один из… я здесь не рассказываю, но на эту соцсеть тоже рекомендую обратить внимание. Это социальная сеть лайки. И у меня есть реально очень хороший кейс. Это кейс Гулливера, наверняка знаете. Это бренд детской одежды. Так вот, они сейчас ведут активно две социальные сети – Телеграм и Лайки. В Телеграме они работают с аудиторией мамочек, в Лайке они работают с аудиторией детей. И причем самое интересное, что по результатам – это реальный кейс. Значит, как только они выкладывают какой-то ролик с новыми моделями в Лайке, это приносит больше результата, чем Телеграм с коммуникацией на мамочек. То есть реально дети с 10 лет в этой сети сидят, отслеживают, родителям своим говорят. Но тут мы должны понимать, что сегмент премиальный, дети, как правило, избалованные, есть деньги, дети принимают сами решения. То есть если вы… То есть дети как-то могут влиять на этот контент. Поэтому ТикТок тоже один из ТикТок или его аналог российский – Лайки. Это очень хорошая возможность достучаться до своей аудитории. У нас молодые стажеры в компании, все, кто приходят, это девочки 22-23 года. Они, в принципе, рассказывают о том, что они о трендах модных узнают из ТикТока. То есть они не читают ни Телеграм, ни ВКонтакте. Они обо всех модных цветах, тонах, понтонах, стилях все узнают только из ТикТока. Что-то у меня тут поехало. Да, в чем минус? То, что мы официально не можем рекламироваться. И очень много авторов ушло из ТикТока, но ушли в Лайки, в Япи, в Телеграм, в Танчат. То есть вот еще раз говорю, что обратите внимание, если есть возможность выхода на эту сеть, в этой сети сидит очень много российской молодежи. Одноклассники. Не могу не сказать, но соцсетью пользуется 36% россиян. Очень коротко про них расскажу. Основная аудитория – женщины. В основном они продвигают через различные шоу. Если знаете, на Одноклассниках очень много видео-шоу, их смотрит аудитория. Аудитория Одноклассников очень возрастная, региональная, возрастная, очень консервативная. То есть если мы продаем что-то такое, очень-очень, не знаю, халаты, постельное белье, тапочки, одежду для дома. Причем для возрастной аудитории Одноклассники – хорошая сеть. Молодежь в Одноклассниках практически не сидит, хотя они и заявляют о том, что 25-34 у них есть. Ну вот основные темы. Рукоделие, кулинария, отдых, туризм, питомцы, садоводство. Вот это темы, за которыми приходят на Одноклассники. Инстаграм. Давайте про Инстаграм. Значит, Инстаграм продолжает быть популярным. Причем, какую мы заметили тенденцию, что в некоторых регионах, особенно довольно закрытых, например, на Кавказе, Инстаграм вообще пользуется бешеной популярностью. Например, в Дагестане, в Чечне, там 90% аудитории сидит только в Инстаграме. Они даже в Телеге не сидят, они активно пользуются Инстой. Если вы в вашем регионе, в городе, и мы вот с брендами, с которыми мы работаем, которые с Кавказа, мы вообще не рекомендуем им никуда не уходить. Вот вы сидите здесь, вот тут сидят ваши женщины 90%. Все, продолжайте с ними работать. Не надо рыпаться во Вконтакте, в Телегу. Они привыкли, им нравится, они хотят сидеть в Инстаграме. Работайте с ними. Берите за счет коммуникации, за счет какого-то классного контента, видео, пользовательского контента, хорошего обслуживания в Директе. Это реальный кейс. Вот рассказываю просто на собственном опыте. Мы пытались в одном из кавказских городов запустить Телегу, и просто аудитория не захотела. Они вот сидят в Инсте, им нравится, они пользуются. Они покупают люксовый бренд, дорогое расшитые платья, костюмы, платки дорогие ручной работы. На Кавказе есть очень красивые бренды с ручной работой, там очень много талантливых дизайнеров. Люди покупают, платят через Директ, посылки, ждут свою посылку, обращаются через Инстаграм. Поэтому, когда задают вопрос, нужно ли уходить из Инстаграма, если у вас в Инсте хорошая аудитория, лояльная, наработанная, пусть их там 100 человек, но они у вас покупают, продолжайте вести эту социальную сеть. Может быть, ну не знаю, гипотетически лет через 5 что-то произойдет, и мы вернемся к Инсте. Но вот еще раз говорю, на сегодняшний момент по нашим опросам все равно никакая социальная сеть российская пока Инстаграм по популярности не перебила. Люди уходят оттуда только потому, что неудобно, VPN где-то не работает, неудобно покупать, неудобно рекламироваться, еще что-то неудобно. Но по большому счету ни телега, ни ВКонтакте пока заменить Инстаграм не могут. Значит, из хороших новостей, большая часть аудитории Инстаграма – это женщины, и они продолжают там оставаться. Из плохих новостей, что среднесуточный охват аудитории в России составляет 7 миллионов человек, то есть это чуть ли не в 6 раз меньше, чем в телеге, и этот показатель продолжает сокращаться. То есть многие эксперты даже говорят о том, что если вы там никогда не были в Инсте, то, может быть, и не нужно туда и заходить. К сожалению. При этом напомню, что глобально Инстаграм – это соцсеть на первом месте, она действительно классно развивается. Рилс, истории, субрендов, которые работают за рубежом. Вот у нас есть бренды, клиенты, которые в ОАЭ работают, которые в Казахстане работают, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Действительно, Инстаграм продолжает оставаться площадкой, которая генерит контент, генерит аудиторию. Просто не буду это от вас скрывать, так это и есть. Что еще сказать? Блогеры уходят потихоньку из Инстаграма. В основном уходят в Телеграм, в лайки, в Япи, в Тенчат. Есть, к сожалению, такая не очень хорошая статистика. Но, опять же, мы сейчас, когда проводили анализ блогеров, которые пользуются популярностью, приносят хороший результат, очень многие по-прежнему продолжают вести свои страницы в Инстаграме. Поэтому еще раз говорю, что на Инстаграм не стоит пока списывать с счетов. Хотя, еще раз скажу, эта соцсеть запрещена на территории России. Что еще популярно? YouTube, Routube, Дзен. Это соцсети, которые… YouTube у нас вообще на шестом месте пока, Routube на восьмом месте, восьмую строчку. Ну и некоторые бренды, особенно крупные, предпочитают вести Дзен. Честно скажу, я никакого результата от Дзена не вижу. Да, статьи эти читают, но сказать, что прям к вам валом пойдет аудитория, не пойдет. Если у вас сидит один несчастный СММщик и так разрывается между ВКонтакте, Инстой и Телегой, не загружайте его еще Дзеном, это не имеет никакого смысла. Если вы, конечно, какая-то крупная сеть, там, не знаю, Ламода, и вы хотите вот еще быть рупором стиля для… Окей. Но если вы небольшой бренд, вообще не вижу смысла тратить на это время. Значит, какие тренды контента в социальных сетях максимально популярны в 2024 году? Значит, какие форматы контента вообще чаще публикуют и какие пользуются популярностью? Ну я вот вам уже вначале сказала, глобально, и в принципе Россия не особо отстает от глобального тренда. Статьи, короткие посты, короткие вертикальные видео, различные комментарии в СМИ-блогах или, наоборот, репосты блогов, там, из каких-то блогов, журналов. Формат карточек. Ну вот формат карточек – это всякие инструкции, чек-листы, как что-то постирать, как что-то сохранить, да, как что-то там сложить и так далее. Вебинары, прямые трансляции, да, тоже, но все равно вот короткие видео, короткие посты – это как бы вот must-have 2024 года. Я даже не знаю, фото, по-моему, вообще не попало сейчас в наиболее популярные форматы. Да, то есть кто сегодня вам нужен для продвижения? Это хороший видеомейкер, рилс-мейкер, сторис-мейкер, человек, который хорошо может генерить какой-то интересный, классный контент. Еще раз говорю, если мы конкурируем с телегой, ну вы ничего не можете сделать с новостью, которая там была в пятницу или в субботу, ну вы никак ее не перебьете, да, ну то есть как бы какой бы гениальный контент, когда это, в субботу произошло, да, в пятницу, вы не запостили, ну все, у людей голова на бекрени, они вот все в этой политической повестке, да, и еще продолжают, вот сегодня даже все равно продолжают об этом говорить. Там, не знаю, завтра еще что-то Белгород произойдет, послезавтра Карлсон еще раз к нам прилетит, да, ну то есть мы сейчас все в это очень сильно погружены. Чтобы с этим как-то взаимодействовать, нужен очень-очень классный контент. Поэтому еще раз говорю, самостоятельно вести, это просто вот какой-то частый вопрос, поэтому я все время говорю, не получится, берите хорошего СММщика, хорошего контент-мейкера, хорошую девочку, которая классно снимает короткие видео, что-то, что, куда аудитория пойдет, чтобы немножко разгрузить себе мозги. Значит, на первом месте короткое видео. Сторис, шортс, рилс, клипы, тиктоки, лайки. И у меня ребенок сейчас 10 лет, вообще вот молодая аудитория, это что-то неординарное. Ребенок снимает по 15 лайки в день. Я говорю, когда ты успела? Ну вот из школы шла, в школу шла, на перемене, после школы. То есть у них это уже происходит, если мы там снять целое видео, мы там свет, звук, вот это все. Люди снимают сейчас просто на раз... И они смотрят эти же видео тоже. У них, к сожалению, сейчас тикток-мозг это называется. То есть если мы работаем с молодой, молодежной аудиторией, у них сейчас тикток-мозги. Они воспринимают очень короткую тезисную информацию. То есть вот мы, более старшее поколение, нам интересны различные статьи, мы там, не знаю, истории интересуемся, нам всякие чек-листы. Здесь люди хотят очень быстро. Там дедушка-кор, русалка-кор, еще что-то. То есть это все очень быстро, динамично. Значит, хороший свет, емкий хронометраж, самый популярный хронометраж 15 секунд. Ни минута, ни 30, ни 40, 15 секунд. Очень быстро в формате POV. Это знаете, такой какой-то трендовый мем. Что-то засняли, показали. Пользователи не могут сосредоточиться на долгом контенте и получают дофамин от перелистывания бесконечного потока шорт-видео. Вот это вот сегодня такая у нас молодежь. То есть если мы работаем с детской аудиторией, с молодой аудиторией, особенно. Сейчас молодая аудитория, у нас возраст сместился. То есть молодая аудитория – это уже люди до 35 лет фактически. То есть у нас, по-моему, молодежь сейчас вообще уже до 45 лет, что ли, считается. Да, серьезно. Мы вот когда готовились, тоже какой-то крупный проект, поднимали последние социологические опросы. И вот, к сожалению, у нас молодость сместилась уже по уровню развития до 45 лет. То есть зрелость наступает после 45. Вот, значит, 57% представителей поколения Z, то есть это вот аудитория 18-25, предпочитает короткие видеоролики, чтобы узнать о продуктах, услугах. Это первое. Значит, первое – видео короткое. Второе – не более 15 секунд. Не рассказываем долго. И третье. Еще какой тренд есть в связи с видео – это различные вирусные ролики. Вышел фильм «Слово пацана», стали все ролики делать с музыкой «Слово пацана». Вышла там, что у нас, «Мастер и Маргарита». Сейчас все ролики в ТикТоке. Не знаю, если смотрите. Очень много на тему «Мастер и Маргарита». Да, Катя Лель стала популярна в ТикТоке, там все ее постят. Делаем видео с музыкой, да, там «Мой мармеладный». Да, то есть стараемся идти в ногу со временем, даже хотя иногда это кажется, может, каким-то немного идиотским. Кружки в Телеграме набирают обороты по самой статистике Телеграма. Причем самое интересное, не просто кружки, а кружки в формате стрима. Новости из магазина, интервью с нашим покупателем. Вот мы тут шьем новую коллекцию, здесь я еду на производство, а тут мы там поехали в Китай смотреть на их фабрики. То есть в формате стрима, кружочки и сам Телеграма говорит о том, что эти кружки… Самое интересное, что по статистике Телеграма Stories пока что не пользуются популярностью, такой, какая была в… Я думаю, вы сами, может быть, это замечаете. А вот кружки набирают популярность. Субтитры. Снимаем видео всегда с субтитрами. Да, причем есть реально статистика, что уровень внимания повышается на 56-7%. 75% пользователей смотрят видео без звука. Снимаете видео. У меня, к сожалению, на этом телевизоре сейчас не будет показываться видео. Когда презентацию получите, можно будет с видео посмотреть. Видео, значит, еще раз. Звук, свет, 15 секунд, какой-то классный тренд. Добавляем субтитры. Вот как бы рецепт хорошего видео, который взойдет у аудитории. Стрим-трансляции. Но я уже об этом сказала. Значит, самые популярные видео в YouTube – это стримы. Распаковка, декор, оформление, наряжаем манекен, видео с показа, видеоподготовки к показу, видео, как кто-то красится. То есть вот стрим с каким-либо действием – это самое популярное видео в YouTube. Поэтому если хотим заходить в YouTube Shorts, а я в конце скажу про то, что сегодня популярно находиться в каком-то одном канале, рекламироваться в нескольких. То есть вы можете в YouTube не быть, но можете туда просто постить свои шорты со ссылками на свой сайт, канал и так далее. Какой-то стриминговый контент. Не знаю, любой. Значит, у нас клиентка в Сургуте проводит клиентские дни. Клиент фэшн-консалтинга проводит клиентские дни для своих покупательниц. Они приходят, их там красят мейкапер, с ними работают стилисты. Они об этом все снимают стримы, смотрят весь город. То есть вот один из примеров стрим-трансляции. Полезный контент. Снова в моде полезный контент. Что-то постирать. Если помните, полезный контент был очень популярен во время пандемии, когда все сидели дома, сходили с ума, все читали. Мы даже об этом говорили, что Uniqlo делал без конца ролики, как постирать пуховик, как его отбить и так далее. Снова полезный и экспертный контент в тренде. Почему? Объясню. Во-первых, с помощью полезного и экспертного контента бренды пытаются уйти от маркировки. То есть мы не рекламируем как бы напрямую, а мы вот рассказываем о преимуществах нашего товара и его там качестве. Но, если честно, меня коллеги спрашивали на перерыве, как я отношусь к маркировке. Я могу сказать, что мы взяли специально сессию у юридического бюро относительно маркировки для того, чтобы самим понимать и консультировать клиентов по поводу того, что надо маркировать. У меня плохая новость. Юристы сказали, что лучше маркировать все от греха подальше. Вот все, что могу сказать. Да, там есть нюансы. Они говорят, что если собственный человек рекламирует собственный продукт, то что-то можно, но я не буду сейчас долго пересказывать наш рассказ. Прицепиться при желании можно к любой рекламе, к любому посту. Даже если вы анонсируете, не знаю, свое собственное мероприятие, вы все равно там что-то рекламируете. Поэтому вот если заметили, там бренд иконика, бренд золотое яблоко, еще какой-то бренд, ну вот крупные, они прямо маркируют вообще чуть ли не все посты сейчас свои. Полезный контент. Один из трендов. Экспертный, полезный. Более того, сейчас крупные поисковики Яндекс и Гугл изменили алгоритм ранжирования страниц, и они сейчас больше выдают полезных экспертных материалов, чтобы отвечать на запросы пользователей. Ну и в принципе, я думаю, это один из таких трендов, опять связанных непосредственно с нашей вот этой, ну и с глобальной уже теперь, можно сказать, да, и с российской повесткой, когда мы хотим немножко уйти в какую-то другую плоскость, немного в другую реальность отвлечься. Вот. Экспертный контент работы со СМИ. Обязательно используйте это. Сейчас очень многие авторы канала, многие лайфстайл-блогеры, местные СМИ, местные журналы и привлекают владельцев брендов для того, чтобы рассказать о какой-то экспертизе, рассказать о своем бренде, рассказать о каких-то стилях. Также и вы можете в свой канал, во-первых, приглашать специалистов, стилистов, представителей СМИ, да, различных авторов блогов, чтобы они для вас делали посты, делать репосты из их каналов и для них делать тоже какой-то материал. Новостной контент. Про мгновенный ситуационный маркетинг я вам уже сказала. Появляется какой-то новый фильм, выходит какой-то новый ролик, новый какой-то сериал. Используем это. Появляется трендовая музыка, приходит из ТикТока. Почему это я еще рекомендую за ТикТоком следить? Тренды видео, фото, экспертного контента, света, музыки, того, как себя вести, до сих пор все приходят из ТикТока. Все равно вот сначала тренд заражается в ТикТоке, потом он переходит в Инстаграм Рилз, потом уже доходит до России. Новостной контент. Да, то есть можем реагировать на какие-то новости, не знаю, там затяжная зима, не знаю, прошли какие-то показы, рассказываем про показы, рассказываем про свои изделия. Не знаю, ну стараемся, конечно, не реагировать на какую-то грустную повестку, ее слишком много сейчас, на какую-то позитивную, перепощивать себе и тоже рассказывать о новостях, рассказывать параллельно и о своем бренде. Микро-нано-инфлюенсеры. Вообще, в принципе, инфлюенсеры – это глобальный тренд 24-го года. Самая популярная реклама – это инфлюенсеры. Значит, 98% аудитории в России следит за каким-либо блогером, инфлюенсером, лайфстайл-блогером, стилистом. Еще раз говорю, что вот мы проводили опрос, аудитория 2545, крупный масс-маркет бренд, аудитория работающие специалисты, мамочки с детьми, с мужьями, которые стараются как бы везде успеть. Ну, то есть классическая российская женщина сидит в соцсетях, следит за инфлюенсерами, старается покупать одежду, которую рекламируют инфлюенсеры. Поэтому ищем блогеров, маленьких, больших, крупных, которых, не знаю, ведут какое-то сообщество, группу, канал и так далее, и обязательно с ними взаимодействуем. Значит, я сейчас очень коротко расскажу. Если конкретно говорим про блогеров, это взаимодействие должно быть. Первое – постоянное, системное. Это не может быть, чтобы в январе у кого-то выложили рекламу и ждете весь год, какой будет эффект. Нет. Значит, в среднем бренд сотрудничает минимум 10 блогеров у вас. Должно быть на постоянной основе. Минимум 10. Лучше, конечно, если их будет 15, 20, 50. Но 10 – это просто ваш минимум. Работа должна быть постоянная. То есть сегодня один выложил ролик, завтра другой, послезавтра третий, четвертый снял, сфотографировался в вашей одежде, пятый дал интервью для СМИ, и вы это тоже выложили. То есть это постоянная системная работа. Блогеры могут быть, еще раз вам говорю, необязательно стилисты модные. Это может быть мамочка, которая, не знаю, постоянно ремонт у себя дома делает. Это может быть женщина, которая обустраивает, занимается дизайном квартирам или декорированием квартир. Или кулинарией, или садоводством, или еще чем-то. Вот то, за чем следят женщины. То, за чем они залипают. Кстати, еще интересная статистика поделюсь. Мы сейчас делали большое исследование для крупного маркетплейса, который хочет продвигать фэшн. И смотрели, значит, глобально делали огромный обзор по всему рынку, что женщины, помимо моды, на какие каналы они еще подписаны. Ничего, никаких сюрпризов, но вы должны это тоже использовать. Косметика, значит, товары для дома, декорирование для кухни дома, квартиры, всякие вазочки, хоум, что еще. Все, что связано с детьми, это тоже все детям полюбия. Все, что связано с семейными отношениями. Все мемы по поводу мужа, жены, уборки. Это тоже очень женщины любят, залипают на этом. И самое интересное, мы заметили такую статистику. Даже крупные глобальные маркетплейсы, которые вообще не специализируются на моде, спасибо, там, не знаю, например, Амазон, Меркада Либра, это бразильский крупный, в социальных сетях постят только моду, бьюти, хоум, всякие различные мемы, касающиеся семьи. То есть это самый залипательный контент. Не надо ничего долго придумывать. Поэтому бьюти-блогеры тоже могут быть с вами сотрудничать. Кулинарные блогеры тоже. Блогеры, которые сейчас очень много, и в инстеев, телеге, авторов, которые пишут на тему взаимоотношений, психологи, доктора, психотерапевты. С этими со всеми можно взаимодействовать. Если у вас бельевой бренд, вообще все гинекологи, мамологи, психологи, это вообще ваши... Женщины обожают экспертизу, советы, брофитинг, все, что связано с бельем, с женским здоровьем. Эти каналы очень любят, на них подписывают, с удовольствием читают там информацию. Ну вот я сказала, локальные сообщества. Тоже то, что мы заметили, когда проводили большую аналитику, женщины подписаны на различные сообщества. Мамочек, не знаю, детсадовские, родительские, кулинарные, бьюти и так далее. Это тоже можно использовать. Пользовательский контент. Глобально во всем мире развивается пользовательский контент. Мне часто говорят, ну вот они страшные толстые тетки присылают, значит, эту одежду. Значит, нашу красивую одежду, она на них натянута, это нельзя вообще никуда выкладывать. Значит, эта работа тоже должна вестись системно. Ваш СММщик должен найти среди ваших подписчиков красивых людей, с которыми взаимодействовать, общаться, предлагать им, не знаю, какие-то подарки, бонусы, программу лояльности за контент, за отзывы, которыми они будут делиться о вашем бренде. Да, если вы какой-нибудь там Амазон, вам плевать. Не знаю, если кто-то хоть раз заходил на сайт Амазона, там у них есть такие тетки с телесами, рекламирующие трусы. Для них это окей, но у них, потому что масс-маркет, прям масс-маркет такой глобальный. Если у вас все-таки, вам нужна эстетика, вы фэшн-бренд, вы дизайнерский бренд, значит, находите среди подписчиков красивых людей и с ними договариваетесь о съемках. Но пользовательский контент и отзывы реальные один из просто обязательных видов контента в 2024 году. И самый главный тренд, наверное, в 2024 году я буду этим заканчивать. На что стоит обратить внимание? Значит, если вы ведете одну социальную сеть, один канал, не зацикливайтесь на рекламе только в этом канале. Вот то, что часто есть. Катя, мы в телеге, мы фигачим телегу, никак не получается. Или мы зациклились на Яндекс.Директе, вбухали туда хреновую тучу денег, реклама остановилась. Значит, используем разные виды каналов. Вы можете быть в двух социальных сетях, но делать YouTube Shorts, быть в Яндекс.Директе, использовать там Telegram Ads, пробовать, выкладывать Reels, Stories в Инстаграме. То есть старайтесь не, во-первых, диверсифицировать контент. То есть, например, глобально мы ведем телегу и ВКонтакте, но в Инсте мы делаем Stories, в Яндекс.Директе даем периодически рекламу, не знаю, там в YouTube или ВКонтакте делаем видеоролики для того, чтобы тоже гнать аудиторию. То есть это вот, пожалуй, один из таких мощных трендов, который мы тоже заметили у наших клиентов. Одну-две сети, социальные сети ведут основательно, в остальных стараются сфокусироваться на видеоконтенте и на промо через блогеров. У меня на этом все. Значит, тренинг по социальным сетям будет 15-19 апреля, если кому-то интересно. Он будет полностью онлайн, 5 дней. Это наш Telegram канал. Подписывайтесь, мы пишем про все новости индустрии, про тренды, статьи для журналов. И если вы хотите получить эту презентацию, вот скачивайте, пожалуйста, этот QR-код. Там с видео и с какими-то комментариями от меня презентацию можно будет получить. Где Telegram? А, вот это? А, это Telegram ads, это реклама, официальная реклама Telegram. У Telegram есть своя официальная реклама с личным кабинетом, где можно зарегистрироваться, но она стоит очень много денег. То есть для того, чтобы дать рекламу в Telegram, вам нужно на счет положить 1 миллион евро. В России есть платформы, типа елама.ру, через которые можно давать рекламу в Telegram с меньшим количеством вот этого вот вступительного взноса. 3 тысячи евро нужно положить, у вас заработает ваш личный кабинет, и через него можно давать рекламу. Но деньги не будут списываться, но сразу единоразово нужно положить 3 тысячи евро. Периодически у этих программ бывают, у этих платформ бывают акции, и они дают доступ к личному кабинету за полторы тысячи евро. Я могу ошибаться, но там, короче, какая-то гигантская цифра. Можем сейчас с вами вместе проверить после… Вы говорили данные в основном либо совсем юные, подростки, либо молодежь, вот до 35 или даже до 40 лет. Где-где? В ТикТоке. Вообще, как бы, общие данные… Меня очень интересует именно сегментация на определенный возраст и на определенную ценовую категорию. Да, да. То есть меня интересуют женщины, извиняюсь, за 40. Да. И средний ценовой сегмент и чуть выше, да, middle-up. Да. Middle-up. Что о них? Телеграм, инстаграм. Все. Их нет ВКонтакте. Вообще, премиальный сегмент ВКонтакте не развивается. Все. А? Телеграм. Телеграм и инстаграм. Если он у вас уже был, конечно. С ноля сейчас очень сложно его продвигать. Дивеева Катерина. Дивеева, да. Это экспертный контент. Ну, вот как стирать пуховик? Он всегда, как бы, этот пост всегда актуальный, поэтому называется Вечно Зеленый Контент. Или там, как ухаживать за нижним бельем. В принципе, этот контент никогда не меняется. Все знают, что, да, если у вас там вот это вот с вышивкой, с косточками, нужно определенным образом стирать, ухаживать и так далее. Как подобрать себе там бра? Это тоже вот такой экспертный, он сейчас называется Вечно Зеленый Контент. В принципе, который всегда популярен, он редко когда меняется. Да. А вот сейчас сторизы пошли в Телеграме. У меня, во-первых, вопрос, платные они или как бы можно бесплатно делать? Нет, они бесплатные. Они бесплатные. Да. Вам? А? Ну, вам нужно просто, чтобы участники сообщества проголосовали. Там же, если вы видели, там нужно набрать определенное количество голосов, у вас включится вот эта возможность давать сториз. А если премию, выключите? Ну, что? Если премию, выключите? Нет, не бесплатно. Вам нужно набрать определенное количество голосов. Да, процент, сколько он вам программа показывает в личном кабинете. А работает? Нет, ну пока у нас не работает. Ну вот клиенты говорят, что как бы толку никакого нет от них. В WhatsApp, да. В Телеге нет. Ну, то есть это в основном как такая больше развлекательная тема. Вот я еще раз говорю, что если вы хотите, лучше уже тогда сториз, рилс в Инстаграме, в YouTube Shorts, ВКонтакте, клипы. Вот то, что действительно мы видим, что есть приток аудитории. Нет, нет смысла. Если фотографии, то лучше тогда, чтобы это было несколько фотографий, несколько образов, да, там в одном цвете или в разных цветах, капсулу показать. Какие-то имиджевые фотографии, несколько. То есть одна фото и там короткий… Ну, имиджевые, да. Да, да, можно, да. Но опять же, вот мы смотрим на конверсию и даже по статистике самого Телеграма. Конверсия – это количество людей, которые прокомментировали, лайкнули, посмотрели. У видеоконверсия в разы выше, чем у фото. То есть люди уже как бы подсаживаются на видеоконтент. Мы давно же вот об этом уже говорим. И сейчас прям реально… Вот я собирала статистику по соцсетям, и все говорят о том, что видео… То есть РИЛС уже переплюнул сториз по конверсии. Прямые эфиры, да, можно. Но опять же, старайтесь не делать длинные, то есть не часовые. 15-20 минут максимально… Да, да, максимально… А вы любите длинные, да, да. То есть самая большая досматриваемость у прямых эфиров 15-20 минут. Вот это вот тоже статистика. Да, да. Ну, в зависимости от того, в какой сети вы выкладываете, да, там, то есть… Да, да, то есть все равно лучше видео. Видеоконтент сейчас максимальный. Аудитория… Хотя взрослая аудитория тоже пришла в соцсети, да, растет количество людей 55-65, но все равно как бы мы ориентируемся же на более молодую. Скажи, пожалуйста, про… Что именно? Что именно? Ну, с собаками, породистами. Да. Ну, есть платформа. Да. Вообще все, что связано… Вот мы работаем с бельевыми брендами, все, что связано с докторами, с врачами, с какими-то специалистами – очень популярный контент. Ну, вот я думаю, что если у вас будет ветеринар, то это будет… это мега-контент будет. Да, да. Да, я думаю, что это очень хорошая идея. Да. Можно. Можно. Нужно. Нужно. Кстати, я не показала статистику, но глобально, значит, статистика в мире огромная… Я не помню сейчас, какая точка цифра… Огромное количество аккаунтов собачников, и собачников больше, чем кошатников. Да. Да. Вот. И там какая-то гигантская цифра, там чуть ли не 9 миллионов аккаунтов. Ну, то есть, ну… То есть, это тоже очень популярный контент с животными. Да. Одежда для животных – да, очень. Женская одежда? Женская одежда? А, а вы хотите… А, женская одежда, а вы хотите показывать что-то про… Мне кажется, это хорошая идея. Да? Почему бы нет? Да, да, да. А кто-то у нас даже, мне кажется, делал такую штуку с животными. Ну, если помните, 12 Stories активно постили кошечек-собачек, когда в Инстаграме… И это был… Мы когда делали для них проект, это было… У них… Кошечки-собачки был самый популярный контент в Инстаграме. Пожалуйста. Да, да, да. Да, кошка на голову, кошку бросает, она в пантеру превращается. Куча трендов с животными, которые можно использовать. Да, ну вот поэтому нужен хороший СММщик. У кого свой бизнес, не знаю, не знаю, что… Я поэтому и говорю, что вот когда задают вопрос, может ли владелец бизнеса еще соцсеть вести, я говорю, не может. Вообще никому не верьте, это все вранье. Нужен отдельный человек, который этим будет заниматься. Потому что он соберет. Да, абсолютно. Абсолютно. Потом вам… Вы начинаете заморачиваться. Вы… Как сказать? Вот еще раз говорю. Да, у молодежи у них более легкий вообще взгляд на контент, чем у вот более возрастной и такой вот профессиональной аудитории. Вы начинаете вот тут вот надо вот… Иногда нужно сделать просто два-три легких ролика, и это зайдет больше, чем ваш долго там генерируемый контент. Ну, это даже возрастная разница. То есть, взрослый человек, он уже по-другому все воспринимает и сознает внешне, что он какая-то больше молодая. Ну, как правило, и СНМ специальности – это же больше какие-то молодые девушки. Девушки, парни, да. Ну, да, но, как правило, у нас вот в Челябинске-то… Что? То есть, и какие-то СНМщики, то они там в районе 22 лет. Ну, да, да, так и есть. Никто к нам не приходил 35-летний. Нет, есть и возрастные, но они, как правило, уже давно работают, у них очень дорогая зарплата, и не все могут их позволить. Да, да. Ну, я не знаю, сколько у вас просят 22-летний, какая зарплата? Ну, по-разному от 15-25. Понятно. Не, ну, те, кто давно работает и хорошие, они, конечно, уже там от 50 тысяч, то есть там за 15-20 уже не найдете. Ну, тут опять качество, то есть кто-то понимает, что СНМ – это просто по определенному графику выкладывание какого-то контента, а тут ведь нужно еще взаимодействие. Абсолютно, да, да. То есть вас маленько не понимают, что вы готовы. Взаимодействие, комментарии, смотреть, какие ролики заходят, какие не заходят, да, следить за контентом, чтобы он был разнообразный, чтобы он выходил в разное время, сбор статистики. То есть это, ну, большая, я об этом говорю, это большая работа. Особенно, если вы еще с оптовиками хотите работать, это вообще отдельный вид, отдельный канал должен быть, отдельная коммуникация. Смотрите, я это вижу как, вы берете человека и просто он учится. Вы учитесь, и он учится. Я, ну, нет, на рынке сейчас нет такого классного СММ-образования, ну, нет его. Никто не учит этому. Это просто вы вместе проходите этот путь. Конечно, да, вот сейчас там позакрывались многие глянцевые журналы, и хорошие ребята, молодые ушли там из Канденаста, из Космополитена, но их уже расхватали по рынку. Да, мы даже не можем настучаться до каких-то блогеров, они просто заняты. То есть если есть какие-то популярные блогеры, которые в большой аудитории, по спросу, ну, они могут даже просто не ответить. Да, но надо просто много раз, они и крупным брендам не сразу отвечают, не думайте. Поэтому надо много раз стучаться. Да, я также объясняю, что, да, лучше там найти где-то телефон и прямо дозвониться, чтобы когда телефонный звонок, он в разы быстрее решает вопрос, нежели ты напишешь в интернете. Да. Ну, я могу сказать, что вот там уже всем набило оскомину, но яркий просто пример на рынке, да, вот те же 12 stories. Изначально никто бесплатно для них ничего не постил, просто чтобы было понимание. Всем платили, да, всем платили деньги, всем дарили подарки. И вот мы когда общались, только через несколько лет, когда они уже набрали жирок и стали популярны в Инстаграме, люди, блогеры стали бесплатно что-то для них постить. И то бесплатно – это за подарочек, понимаем. То есть как бы, ну, нету никаких сюрпризов, нет никаких секретов, как бы, ну, то есть… С торговыми комплексами, то есть, они, как говорят, либо ты платишь хорошие деньги, и мы, соответственно, эти условия, либо ты привлекаешь там хорошую аудиторию, и мы делаем их. Ну, понятно, да, да, да. Либо так, либо так. Да. Это должно быть интересно. Да. Всё, да, спасибо. Спасибо.